доброго времени суток друзья здравствуйте гости подписчики моего канала вот и все кому бы кому будет интересно вот мои рассуждения на по этому поводу видео построю так значит попытаюсь рассказать свои личные впечатления или скажем так свое личное мнение по поводу цены катушки то есть но дорогие катушки дешевые катушки ценообразование в моем понимании вот потом наверное скажу то что я думаю по поводу страны производителя вот и некий такой вывод из того из чего но всего чего наговорю начну с ценообразования ни для кого не секрет что катушки есть допустим за 10 долларов может быть даже дешевле есть да и есть за несколько тысяч долларов это тюнингованные там ну если брать мульты то там вообще ценники есть сумасшедшие да вот мое отношение к этому такое в дорогом сегменте в дорогом сегменте но имеется ввиду средние и выше ни одна катушка не стоит своих денег почему сейчас попытаюсь объяснить значит что такое вот в моем понимании катушка да вот у меня две три на столе лежат вот одна стоит 120 американских рублей вторая даже не помню сколько не помню там до 200 гривен она когда-то стоила даже меньше по моему и не помню точно вот и одной и второй катушкой можно ловить одна катушка из пластика другая из пластика вообще что такое катушка это что какой-то супер сложный механизм или супер какое-то такое изобретение сумасшедшие вообще-то если вот ну так не молиться на все это дело а разобраться чисто технически то это кусок пластмассы несколько подшипников ну и две или три ну пусть там пять если не брать совсем мелких деталей да я имею ввиду крупных там шестеренки шток и так далее то есть кусков железа условно говоря 200 грамм какой-то пластмассы ну или карбона этот не суть в этом вот ну не знаю пополам не пополам с железяками там что супер какая-то сложная конструкция как нам тут пытаются впарить космические технологии или чего здесь такого по факту по факту ребята ну это мое мнение вот это вот проще чем дверной замок гораздо проще там пытаются мне рассказать ну не пытаются рассказать да объясняют цену там ну к примеру тысячу американских рублей я не буду лезть выше что это вот тут вот какой-то супер пупер такой материал здесь такие подшипники шумом они горюй что ну как бы там такого мне на рассказывать что просто у меня волосы дыбом встают я должен в углу поставить полочку поставить эту катушку вставать утром и молиться на нее вот а там точно такие же ну как бы детали может только немножко из лучшего материала как и в этой которой вообще практически ничего не стоит если взять чисто гипотетически представить себе что вот это вот ладно не будем я сейчас не про фирмы говорю вообще катушка что вот это вот катушка стоит тысячу американских рублей а такие катушки есть и есть гораздо дороже вот взять вот этих 10 катушек ценой тысячу американских рублей и поставить на крышу автомобиля ценой в 10 тысяч американских рублей и пусть хоть один из производителей самых крутых или не самых крутых и прочие прочее прочее пусть не объяснит равноценно ли вот эти 10 кусков пластика стану не знаю пусть со 100 подшипниками да и там еще состав или двадцатью шестеренками да это сопоставимо вообще по трудозатратам вот давайте вот разберемся так добыча руды транспортировка ее к месту переплавки переплавка на завод где это будет производиться какие-то детали кузов тот же шкарбон внутри компьютер машине перечислять можно до бесконечности какие подшипники стоят машине они такие же как вот это вот барахло мягко выражаясь но грубо говоря то есть какие нагрузки испытывают автомобильный подшипник и какие нагрузки испытывают вот этот вот подшипник я так немножко завожусь потому что не не буду говорить почему но это так эмоции такие понимаете прошу прощения если кого-то это напрягает но я просто хочу донести до вас что 90 процентов цены любой покатушки это понты вот возьмите автомобиль большой громадный весящий тонну там есть железо там есть кожа там есть пластик там есть карбон там есть компьютерные технологии там столько всего есть там резина там пач это масса и вот 10 кусочков вот этого говна и это все стоит одинаково как по-вашему трудозатраты человека ресурсы энергозатраты потом ну как бы на разработку и тогда это сопоставимо или нет 10 тысяч американских рублей 10 катушек и 10 тысяч американских рублей автомобиль я сейчас не говорю ни о фирмах ни о чем при том что я прекрасно понимаю что его автомобили за 10 тысяч американских рублей заложено тоже куча того чего она как бы не стоит на самом деле то есть понты там тоже есть фирма балямбочка какая-то мы сейчас не об этом мы о трудозатратах энергозатратах ресурсозатратах я бы так сказал или собрать катушку стоит ну как бы подготовить рабочего гораздо тяжелее чем допустим собрать автомобиль сколько сотен оно и тысяч рабочих нужно подготовить чтобы собрать автомобиль и сколько нужно подготовиться в собрать вот этот кусочек говна прошу прощения там если дети еще раз прошу прощения за такие эмоциональные эпитеты вы хотите меня убедить что любая из катушек которые вот ну стоит 10 тысяч долларов то 10 штук их равносильно автомобилю ребята у меня шоу здесь след от фуражки и надпись сержант или в графе образования дурак я не дурак во всяком случае себя таковым не считаю поэтому вот это вот не может стоить такие вернее она может потому что мы за него платим но оно не должно столько стоить почему они с так стоят ну скорее всего потому что без вот этого можно жить она не приносит удобства как автомобиль до автомобиль это все-таки удобно это сел быстрота экономия времени это не приносит такого вот завтра их не будет ребята никто из нас не умрет и жизнь вокруг нас не остановится вот это удовольствие из-за того что удовольствие плюс ну знаете как бы в любом виде спорта есть мода начиная там от трусов носков и прочей билиберды там печатки спицу в общем это понятно да что все нам мозги мы же живем то не так как мы хотим жить а так как нам внушили что вот это вот правильно правильно что надо бегом давай 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 кучу бабла любой ценой и так далее короче говоря без вот этого можно жить раз можно жить а вы это хотите купить и получить какое-то удовольствие значит мы будем с вас драть деньги многие могут мне задать вопрос если ты такой умный тут сидишь кресле ля тополя делаешь чужо тебя есть катушки там за 300 с лишним американских рублей да ребята есть объясню почему не потому что я знаю что она стоит 300 там 50 американских рублей а потому что дешевле катушка выполнена а бы как но во всяком случае в той фирме в которой у меня есть то есть путем скажем так своего жизненного опыта если вы знали какие у меня были первые катушки без инерционные многие из вас их даже на картинке не видели я не помню дельфин это был у меня уже вторая катушка у меня была еще такая цель насилуминова я не помню как она называлась там про подшипники их никто и не спрашивал короче у меня крышка лопнула я взял а достать или купить было него я 40 стекла вырезал такую крышку там видно было всю эту главную пару короче я понимаю что вот эта катушка ну удовольствие с ней получу меньше чем с вот этой а с это меньше чем с вот этой и по за поскольку ну могу себе позволить да вот иногда побаловать себя любимого потому что это у кого-то там может быть жизни еще там 70 лет у меня этих 70 лет нет мне 55 лет вот в этом году да и не столько много до для удовольствия осталось поэтому я себя такими вещами балую но не более того это не значит что они должны столько стоить если бы эта катушка стала гораздо дешевле я бы вернее если бы вот это которая стоит дешевле была ну сопоставима по понятного качества я бы купил ее и все мне эти дешевые понты но не впали совершенно совершенно не впали мне все равно как у меня называется кика либра кика стрим стар или твин пауэр это все как бы меряне писунами не для меня мне главное комфорт на рыбалке но с тем что у меня у меня комфорта больше потому и это купил было бы оно дешевле я бы купил сто процентов дешевле поэтому иногда даже не иногда я просто стараюсь найти альтернативу дорогим вещам среди менее дорогих не значит менее качественных но сопоставимо деньги и качество я стараюсь это сделать по поводу страны производства или страны в которой произведена вот эта катушка вот почему меня как бы сподвигло на это видео но очень часто во первых вопросы задают как вы относитесь к этому как этом то это галимы китай и так далее я вам скажу так значит 90 процентов катушек собираются либо в малайзии либо в китае многие сейчас начнут плеваться китай это алиэкспресс это такие вы все понтовитые как я погляжу вот зайдите как нибудь с улицы в свой собственный дом возьмите бумажечку карандашик и перепишите всю технику которая у вас есть квартире вы много там найдете японцев и немцев швейцарцев и так далее или у вас все корея и китай а ну скажите сами себе так почему же вы хаете то что сделано в китае притом вы хаете даже не беря это в руки то есть по сути вы обвиняете человека только по национальности то есть а он хохол он козел он русский он козел он негр он козел только лишь потому что он негр русский или хохол да или украинец точно так же вы обвиняете все китайская в руки даже не взял уже это китай алимы вокруг вас что-нибудь есть не китайская или не корейская вы вспомните чего начинались мобильные телефоны чего начинались телевизоры приемники там эти музыкальные центре хрюндики шмюндики и так далее вы стиральную машину немецкую собранную на немецкой земле найдете у себя дома или же телевизор обливать грязью как бы это очень легко и просто при том так это не обдумываясь мало того большинство я вам так скажу я когда-то купил кепку с энкрой а вот купил ее в америке вот когда она пришла из америки не откуда-то там не с алиэкспресс а с америки я начал рассматривать а внутри была такая балямбочка мэд ин чина то есть американцы заказали китайцы шили пожалуйста в америке я не помню там около 20 баксов я за нее отдал потом ему там ну короче не важно вот но она у меня была на меня даже где-то на видео есть не в этом суть повторюсь повторюсь мне все едино в какой стране это сделано мне все едино на какой улице и в каком доме пусть это сделано даже в гараже главное как оно сделано и из чего ну не знаю эмоционально сильно и сильно эмоционально да какой можно сделать вывод во всяком случае для себя не для вас мое мнение это не чего-то такое то только мое мнение я его никому не навязываю его просто высказываю оно не обязательно должно совпадать с вашим но это мое мнение пожалуйста вы не насаждайте мне свое вывод я для себя делаю такой значит если появляется какая-нибудь катушка какой-нибудь воблер какая-нибудь палочка или чего-нибудь произведенное не ах богами японии так далее не там произведено это не значит что это гуана это значит что сначала надо взять попробовать посмотреть соотношение цены и качество потому что вот мне очень понравился один комент у меня был венец и мирман из иерусалима будешь смотреть если спасибо тебе большое на как-нибудь скайпе связаться он очень четко рассказал почему японии все так дорого про налоги про все остальное так далее так далее вообще если вы как бы поройтесь в нити вы для себя определите что разные страны имеют разные ценообразования налогообложения и так далее даже объединенная европа вот из моего маленького опыта это ему сказать что цена на одну и ту же бутылку пива в германии в швеции разная цена и в швеции гораздо дороже точно также на эту бутылку пива в испании будет дешевле чем германии так что думать что если катушка произведена там-то и к ней касались руки ну в общем как бы знающего истину то это уже все теперь как бы еще подытожа вот это вот все немножко свое как бы не и отвечу на вопрос и выскажу свое мнение исходя из всего следующего выше я делаю для себя вывод катушка это элементарно простой механизм котором нет никаких сложных деталей главная пара шток ну можно перечислить их все но это смысла нет то есть это элементарно простые знакомые с архимедовых времен ну как бы детали до которые приводят этот механизм движения нет там ничего такого обалденно такого на которое можно молиться исходя из этого советуем очень многим особенно начинающим и особенно тем у которых нет пока дорогих катушек в связи с там ну с юным возрастом или я не знаю финансовым положением все в жизни меняется я тоже был на таком дне что мама дорогая а вот все в жизни меняется появится у вас возможность не ждите чуда потому что вот многие люди когда вот ну вот ловил человек коброй да думаю тут я под накоплю денежек куплю катушку там за 100 долларов или за 120 и вот он накопил денежек и он ждет это вот от этого праздника он думает вот вот наконец то у меня теперь будет катушка с которой не стыдно показаться в обществе да покупает так вроде нормально чуть быстрее закрутил к уху проложил ё-моё слышно слышно он сразу там опа у тебя как у тебя мне от масса было таких вот примеров а вот если вот смотрите я сильно раскрутил там вот у меня такие звуки ребят не ждите чуда это механизм механизм элементарный в котором есть детали которые соприкасаются трутся шелестят это будет всегда в любой катушке даже за несколько тысяч долларов вот эти которые тюнингован это ну есть такие они у нас тоже в украине продаются их покупают ну какая разница в общем люди у которых есть деньги они покупают то есть не стоит думать что если вот у вас катушка за 50 баксов когда вы купите за 350 ребята швейцарские часы слышно часы гораздо сложнее механизм чем вот этот кусочек ну очень без которого на рыбалке спиннинговой нельзя обойтись да они гораздо сложнее это их слышно там детальки представляете там точно сборки какая подгонка идеально и так далее кстати нарушая закон они тоже собираются под небесной но это так отступление хотя бы один механизм беззвучный мне покажите я скажу да катушка говно то есть не держите в себе мысли что чем дороже вещь тем какие-то там вот знаете вот я человек я неандерталец я птеродактиль я человек из прошлого я учился в меня учили считать на счетах потом на рифмической линейки я калькулятор увидел девятом классе первый раз калькулятор это мне казалось таким вы это вы сейчас всех компьютера до со самой там скамьи у меня внук ему четыре года он там по планшету так заезжает пробегает дедушка я не могу я ярик я не в состоянии так вот когда у меня не было компьютера я тоже думал что это это такое ну это чудо просто но все сама делает она все самоумеет когда он у меня появился когда я более-менее начал хотя бы чуть-чуть в нем соображать то есть методом научного тыка сама сама лучкой так сказать я понял что это вот ну это как автомобиль не будешь добавлять смазки доливать масло это будет капец он тоже будет хрюкать грюкать когда-нибудь не заведется когда-нибудь там шаровая ну прочие проблемы то есть это такой же механизм только механика этого процесса совершенно другая вот и все идеального в мире нет ничего мы люди не идеальны вещи вокруг нас не идеальны не ищите вот в этом куске маленьком ну приспособление подробно не могу назвать того чего в ней нет любая катушка разных фирм практически это как велосипеды да вот они все разные там есть карбоновые есть титановые с дисками и со спицами но принцип один и тот же детали одни и те же просто разное исполнение там плюс минус чего не будет но все это крутится приводит движение и человека доставляет от нужной точки точно так и катуха это механизм предназначенный для перемещения ну или хорошо без приманки тоже можно значит для наматывания вот этой вот хренопения которая называется плетенка леска там можно нитку швейную так далее не более того как ничего в нем сложного если их естественно нет немножко как бы закругляясь потому что так вот вылил потом ну недели две но не поэтому много оскорбительных постов в мой адрес под одним из видео да много интересного про себя узнал за сколько продался сколько раз не голубой ну очень много там удалил только те комменты которые с матюками и ну лично просто узнаешь там ну сам дураки такие называют вот эти удалил все остальное оставил вот немножко налегло хотел еще до рождества вот это все поснимать но думаю ладно бог с ним рождество пройдет сейчас немножко успокоился но все равно как бы она вот во мне сейчас вот немножко высказал вам свою позицию по поводу катушек особенно тем которые идеализируют эту всю хренопение по-другому не могу сказать простейший элементарный механизм который вообще не достоин ну вот этих эпитетов этого на него как бы моление вы посмотрите как в других странах относятся к этому это мы здесь в украине в россии там ну в странах бывшего ссср очень избалованы у нас человек может ходить там у рваных носках но иметь катушку за 300 долларов да то есть но у нас такое понты дороже денег идешь малосемейка у него квартиры жилья нет а у него машина стоит то есть машину он купит кредит будет всю жизнь платить но понты дороже денег так вот мне эти понты не нужны вот у меня мнение катушках такое поэтому все катушки более-менее в моем понимании достойные для внимания я буду брать я буду их тестить и буду рассказывать вам более того но опять меня как бы чуть-чуть многие из вас даже ну может быть не многие но некоторые даже не слышали той катушки про которые как и я до того как ко мне обратились да даже не слышали я вам и не рассказал я вам ее показал мало того мне знакомый в лондоне живет англоязычная то я не образованный бездарь да вот по английски how much fuck you он сразу полез нарыл говорит ё-моё говорит в америке 14 года ни одного отрицательного отзыва вы поисковичок ребятки забейте там будет две-три русскоязычных версий и 300 с лишним тысяч англоязычных ее давно катают а вы не видя эту вещь как бы лично не держая в руках уже обливаете грязью воздержитесь пожалуйста от этого потому как я конечно человек доброжелательные терпеливые но банить тоже умею и оскорблять меня не нужно я этого не заслужил надеюсь что если отбросить мои вот эти все эмоции немножко так обиды да то все-таки польза от того что я вот здесь вот наговорил все-таки есть я очень надеюсь что люди которые начинают свой путь спиннинги или не совсем начинают но которые уже ну могут сопоставить что-то и понять то есть они ну может быть сделают вывод что вот это не стоит тех денег которые за него просят и ничего тут сверхъестественного нет а покупаю дороже потому что ну с ней приятнее только лишь потому не было бы у меня денег я бы ее не покупал вот такой вот вывод если он вам был интересен пожалуйста напишите в комментариях напишите свое мнение но только без оскорблений все остальное будет банится и выбрасываться всем людям которые поддержали меня и написали хорошие эти самые комментарии большое человеческое спасибо ребята читая вас опять поднимаются руки опять сажусь за камеру опять начинаю работать спасибо большое всем мира добра ну и надеюсь до новых встреч